Не так давно мы уже раскрывали вам реальные имена российских звезд. Ссылка на первый выпуск будет в описании. Мы упомянули не всех, поэтому сегодня будет вторая часть выпуска. Приятного просмотра! Наташа Порывай превратилась в Наташу Королёву вполне закономерным образом. Псевдоним придумал Игорь Николаев, который был уверен, что зрители не сумеют запомнить фамилию Порывай, да и звучит она как-то по-плебейски. Другое дело, гордая, внушительная Королёва. Под псевдонимом выступает и супруг Королёвой Тарзан, которого на самом деле зовут Сергей Глушко. Настоящее имя Софии Ротару звучит менее мелодично. София Ротарь. Говорят, что взять сценический псевдоним певицы посоветовала Эдита Пьеха. Аркадий Укупник сменил одну букву в настоящем имени. Раньше он был Аркадием Укупником. Данка. Псевдоним певца, придуманный продюсером. Настоящее имя звезды Александр Фадеев. Надежде Бабкиной не повезло с паспортной фамилией. Певица Надежда Заседателева звучит курьезно. Именно поэтому она и взяла псевдоним. Настоящее имя любимца девушек Юрия Шатунова – Юрий Шадько. Продюсеры были уверены, что Шадько – неподходящая фамилия для сцены. Ирина Аллегрова посчитала, что ее настоящее имя и фамилия слишком сложны для сцены. Поэтому вместо Инессы Климчук она взяла псевдоним Ирина Аллегрова. Богдан Титамир раньше был Олегом Титаренко. Кто посоветовал ему поменять имя и пару букв фамилии – неизвестно. Солист группы Алиса Константин Кинчев тоже зачем-то взял себе псевдоним. Настоящее имя певца – Константин Панфилов. А певица Линда по паспорту – Светлана Гейман. Псевдоним певица выбирала вместе со своим продюсером – Максом Фадеевым. Лев Лещенко тоже посчитал, что его реальная фамилия Лещев не подходит для эстрады. И добавил пару букв. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Мы открыли вам не все настоящие имена российских звезд. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить третью часть видео.